всем привет с вами лёха айсбергер это первый подкаст дополнение видео уроков канала беннет мы рассказываем как дешевле проще и доступнее снять свое собственное видео обработать его и опубликовать помощь видеоблогеру да и вообще всем кто занимается видео и даже аудио вот чему посвящен наш канал на ютюбе не все можно показать в видео уроках иногда проще рассказать поподробнее если формат подкаста вам понравится отпишитесь об этом в комментариях мы постараемся выпускать такие подкасты регулярно стоит несколько слов сказать что такое подкаст вообще подкаст это звуковой файл или даже видеофайл который распространяется бесплатно через интернет для массового прослушивания или просмотра своей целевой аудитории само слово подкаст вообще изобрели блогеры некоторые блогеры вместо текстовых заметок начали записывать свои заметки полезные мысли идеи интервью и лекции в аудио формате а потом давали их послушать посетителям своих блогов лично я слушаю подкасты на мобильном устройстве закачиваю свежие выпуски в телефон и пока еду на работу слушаю что-то интересное для себя надеюсь наши выпуски для вас также будут полезны как и наши видео уроки тема которой я хотел бы посвятить сегодняшний выпуск это программы видеомонтажа это очень широкая тема мы ее касались видео уроках но поговорить есть еще о чем когда я проводил сравнение различных программ видеомонтажа в уроках я сразу сказал что это очень субъективное мнение и кто-то наверняка с ним будет не согласен также и в данном случае все всегда основывается на личном опыте который я почерпнул из работы многолетней работы с программами различными программами видеомонтажа хочу сразу сказать возможно со мной согласятся большинство слушателей что плохих программ видеомонтажа нет в каждой программе есть что то что наверняка устраивается пользователя и ему комфортно работать даже в самой незатейливой простенькой программки поэтому нельзя винить пользователя в том что он использует movie maker они адоп премьер про мы в нашей группе вконтакте проводили опрос какой программа видеомонтажа пользуются наши подписчики и выяснилось что наиболее популярное это адоп премьер про и sony vegas это было бы странно если бы было иначе это самые популярные пакеты при скачивании сторентов ну и с ними всегда связано больше всего вопросов от пользователей у нас в группе сейчас на рынке программного обеспечения очень большое количество различных программ с помощью которых можно обработать видео каждый производитель техники который выпускает видео или фото оборудование также прикладывать к своему продукту диск с инсталляционным файлом какой-либо даже иногда очень простенькой программы для монтажа иногда это бывает программы которые я в первый раз вижу в жизни тем не менее они пригодны для совсем небольшого и простенького редактирования видео так исторически сложилось что для видеомонтажа требуется очень мощные компьютеры и много знаний теоретических знаний вообще о монтаже как правильно монтировать как грамотно это делать чтобы зритель понял ту идею которую режиссер а монтажер это и режиссер в том числе чтобы идея его поняли вообще сравнить какие-либо популярные программы видеомонтажа очень трудно можно как и я это сделал привести определенные плюсы и минусы отметить что-то уникальное в программах но четко сказать какая из них лучшая невозможно у каждого пользователя своя собственная лучшая программа думаю не стоит останавливаться на абсолютно всех приложениях программах программках с помощью которых можно монтировать что невозможно их все даже описать чем они примечательны а стоит рассказать о титанах которые на рынке уже давно которые продвигают своем по уже много лет развивают его совершенствуют и добились уже определенных успехов практически все производители программного обеспечения для видеомонтажа уже выпустили десятые версии своих продуктов то есть можно говорить о некоем зрелом возрасте в этой сфере существует как бы два больших класса это я так их разделяю два больших класса программ видеомонтажа это домашние программы предназначенные для всех пользователей и доступные имели по цене либо по функционалу и простоте использования и профессиональные программы с помощью которых профессионал может добиться именно тех задач которые перед ним стоят в данном конкретном проекте это может быть документальный фильм даже можно так разделить зависимости от того какая задача стоит перед монтажером можно выбирать определенную монтажную программу если нам нужно смонтировать маленький ролик нам достаточно совсем простую программу иногда даже бесплатную в данном случае маленький ролик это короткий ролик в котором нет изысков и навороченных переходов-эффектов которые очень часто любят обычные пользователи а если нам требуется цветокоррекция если нам требуется стабилизация стабилизация изображения, если нам требуется более точная обработка видео, контрастности и так далее, то здесь уже программа должна обладать этими инструментами. И чаще всего такие инструменты именно в Pro-версиях программ. Index Pro у программ видеомонтажа начал появляться не так давно. Изначально они носили обычные свои названия, допустим, тот же Adobe Premiere. Это была не Pro-программа, а просто Adobe Premiere. Потом вышла Pro-1 вместе с пакетом CS. Это был совершенно другой класс. Программу переработали очень сильно, и она стала такой, какая она есть сейчас. Конечно, уже позади несколько ступеней развития, но именно с версии Pro, первой версии, Premiere стали воспринимать и рекламировать как серьезную программу, рассчитанную на мощное оборудование, которое позволяет производить с видео уже огромное количество манипуляций. Самое интересное, что последний год, ну год-полтора, рынок Pro-версий программ видеомонтажа претерпел существенные изменения. Для начала Titan в производстве софта, и в том числе профессионального софта для монтажа видео, что компания Apple отказалась от Pro-версии своей программы видеомонтажа Final Cut, остановившись на восьмой версии и выпустив Final Cut Pro X. Да, там есть индекс Pro, но эта программа совершенно другая. Они ее полностью переписали, и теперь это программа для домашнего монтажа. Ее так не позиционируют. Apple очень аккуратно подошла с точки зрения маркетинга к этому вопросу. Если убрать Pro, то это будет просто iMovie. У них есть уже iMovie, которая поставляется вместе с операционной системой совершенно бесплатно. Это простая программа видеомонтажа, в которой можно собрать ролик, даже с небольшим количеством эффектов, титров. И Final Cut стал перерождением именно iMovie. Многие сравнивают эти программы, они визуально очень похожи. Не только визуально, я хочу сказать, они похожи своим алгоритмам и идеей. Потому что в iMovie нет многодорожечного монтажа. Там одна дорожка, на которой клипы идут друг за другом, просто подрезаются начало-конец, и получается ролик в итоге. То же самое реализовано в Final Cut Pro X. Многих дорожек, и Apple пошла на кардинальные изменения, убрав многодорожечность в своей Pro-программе. В результате они не смогли это сделать до конца, потому что сложные проекты все-таки требуют в той или иной степени нескольких дорожек для удобства. Поэтому, исключив одно дорожки, Apple пришлось ввести другое. Компаунды и такие надстройки над видео, которые крепятся как бы к основной дорожке с видео или аудио. В этом моменте Apple можно понять. Они решили переориентировать свой рынок. Они перешли и переводят все свои продукты с Pro-версии на общедоступный обывательский уровень. Не только это связано с компьютерами, это связано и с программами. Компьютеров они стали выпускать меньше, перестали обновлять свои Pro-машины. В общем, их интересы сместились в сторону планшетников, телефонов, смартфонов, и ушли от настоящих компьютеров, производительных систем, которые они выпускали ранее. Теперь уже нет Apple-серверов, они перестают этим заниматься, но освобождают рынок другим. Всегда найдется тот, кто подхватит и продолжит развивать эту идею. Так поступила компания Adobe. В течение года-двух, последних лет, компания очень сильно нарастила свои интеллектуальные мощности и выпустила Adobe CS6. Это, по отзывам пользователей, один из лучших пакетов, в том числе в него включен Premiere Pro. Именно Adobe, выпустив свою первую версию Pro, уже завоевал любовь многих пользователей, даже непрофессиональных. Программа тогда стала гораздо удобней, симпатичней. Ее визуальный интерфейс был переработан тогда очень сильно, и программа просто преобразилась из какого-то заморыша в очень логичную и красивую. Именно компания Adobe сейчас старается всеми силами завоевать рынок профессионального софта для обработки видео и звука. Их пакет CS6, он не сделал революции, разумеется, но очень сильно продвинулся вперед в сравнении с другими версиями. Именно освободившаяся ниша и отсутствие достойной конкуренции в сегменте Pro теперь позволила компании Adobe вздохнуть с облегчением, но продолжит развивать свои продукты. Если рассматривать другие программы видеомонтажа, они либо изначально были предусмотрены для домашнего использования, либо слишком профессиональные требуют использования специализированного железа. Об этом чуть позже. К примеру, продукт компании Sony, Sony Vegas, это очень хорошая программа, которая многое может, причем она очень полюбилась нашим подписчикам, многие ее используют дома, потому что она не требовательна к железу компьютера, и, следовательно, очень экономично. Но многое может, причем ей доступны подчас такие вещи, которые профессиональный софт решает только при помощи дополнительной платы просчета. Новый Adobe пакет вышел буквально несколько месяцев назад, его уже все оценили как достойный. После версии 5.5 там появилось очень много хорошего, добавилось стабильности производительной существенно. Но, на мой личный взгляд, использование продуктов компании Adobe наиболее выгодно, когда вы работаете в нескольких программах. Это After Effects, это Audition, Illustrator и Premiere Pro. Тогда логично использовать именно этот пакет. Это очень удобно. А когда вы все делаете в разных редакторах, или вам просто нужна единственная программа только для видеомонтажа, то здесь Premiere Pro не особенно выделяется, ему нечем особенно похвастаться. Современные программы видеомонтажа, они очень стали друг на друга похожи. Несмотря на то, что изначально их путь начинался очень по-разному, и все они были построены с разной логикой, с разными приемами монтажа, но все свелось к одному, наиболее оптимальному, многодорожечному интерфейсу. Программы видеомонтажа очень сильно друг от друга отличаются в экспорте файлов. Каждому пользователю важно, сколько времени программа потратит на финальный экспорт проекта, создание самого видео, собственно. Современные программы используют всю мощь компьютера, задействуют и видеокарты, и, естественно, процессор. Чем больше ядер, тем быстрее происходит обсчет, а тем более, когда мы уже все используем HD-видео, мощности компьютера становятся особенно важны. И в этой сфере программы начинают друг с другом конкурировать, предлагая все более оптимальные, все более быстрые алгоритмы обсчета. Например, Sony Vegas предлагает перепаковку файлов, когда вы используете формат 1. Допустим, это MKV, формат домашник, хоум, видеокамер. Вы делаете монтаж, производите манипуляции. Если не наложен никакой специфичный эффект при экспорте итоговом, этот файл, этот кусочек из файла, просто перепаковывается, а не переконвертируется. Следовательно, сама операция происходит быстрее и без потери качества картинки. Когда вы выбираете финальный экспорт в Sony Vegas, программа предлагает вам несколько вариантов, и там рядом с некоторыми стоит знак «равно». Это означает, что при экспорте файлы не будут переконвертироваться, они просто перепакуются. Это то же самое, что взять пакеты с молоком и переложить из одной сумки в другую. По поводу использования эффектов и дополнительных возможностей. Сейчас все программы абсолютно равны. Да, в каких-то есть определенные специфичные переходы, но их так редко используют профессионалы, что они больше подходят для домашнего использования, украшения своего видео. Но здесь один немаловажный момент остается. Нам интересно и выгодно, когда эффект не требует рендера. После того, как вы его наложили вместе с тыка двух файлов, нам хочется сразу его посмотреть, как он выглядит. Если этот эффект требует просчета, то нас уже это не очень устраивает. Тем более, когда это какой-то сложный эффект, возможно, 3D-сцена используется для этого. Тот же Premiere Pro предлагает набор эффектов, которые не требуют рендера, они специальными значками помечаются для этого. Вы сразу знаете, что наложив, использовав этот эффект, вы сразу увидите результат. То же самое предлагает и Sony Vegas, и другие редакторы. Но далеко не все эффекты, тем более сторонние, которые написаны под программу видеомонтажа, но другими производителями, они требуют уже дополнительного рендера времени для этого. Любопытно поступило с применением эффектов и рендером компания Apple. Они используют фоновый просчет. Это значит, когда вы используете какой-то эффект, превью и пререндер происходит в фоновом режиме. Вы продолжаете работу, монтаж, а в это время компьютер обсчитывает сам эффект и через какое-то время специальный индикатор вам об этом сообщит. Вы сможете посмотреть, как в результате выглядит эффект, который вы наложили, или та специфичная манипуляция, которую вы совершили с этим видео. Программа видеомонтажа Sony Vegas, производитель Sony, естественно, дружит с программой звукообработки, звукозаписи Soundforge. Это тоже DHSC Sony, но они не так друг с другом интегрируются, как, например, продукты компании Adobe. Для конечного потребителя, для нас с вами, естественно, немаловажным остается цена самой программы видеомонтажа. Нам выгодно, чтобы цена была небольшой. Еще совсем недавно все ценники, так как вообще программ видеомонтажа было немного, были очень высоки, и практически никто для дома не мог себе такое позволить. Программу видеомонтажа могли купить себе только студии или телеканалы, которые этим занимаются постоянно и профессионально. Но здесь есть один интересный момент. Если вы покупали какую-то плату видеозахвата, если это была плата от Pinnacle, то Pinnacle прикладывал специальный диск с программой, иногда это была неплохая программа Pinnacle Studio, иногда более упрощенная версия, все зависит от цены самой платы видеозахвата. И вы могли использовать эту программу для монтажа видео, которую, собственно, вы захватили с помощью этой карты. То же самое делала компания Adobe, но Adobe не занимается железом как таковым и, видимо, не будет это делать. Она сотрудничала с другими производителями, которые выпускали железо. Например, это были платы Matrix, которые захватывали видео. Плата видеозахвата представляет из себя либо внешнее устройство, либо внутреннюю плату, которая вставляется на материнскую плату компьютера. И к этой плате уже можно подключать выходы, различные выходы с видеомагнитофона, в общем, с источников видеосигнала. Компания Adobe сотрудничала с такими производителями, как Matrix. Они выпускали плату, которая не только захватывала видео, но еще и делала пререндер и реалтайм рендер. Когда вы монтировали что-то в программе Adobe Premiere Pro, эта плата на лету, в реальном времени, обсчитывала эффекты и вообще помогала компьютеру справиться с такой большой нагрузкой, как видео. Выводила превью на специальный просмотровый монитор через эту плату для того, чтобы контролировать нет ли дефектов, нет ли перепутанных полей верхних или нижних. Естественно, когда софт и железо производят разные компании, здесь возникает много недочетов и в общем-то те, кто работал с тем же Matrix, я лично работал, могут отметить, что глюков было очень много. Они, возможно, есть сейчас. Но теперь компания Adobe уже не просто сотрудничает с производителями железа, она поддерживает видеокарты Nvidia. Есть целый список карт, которые при использовании вместе с программой Adobe Premiere Pro облегчают рендер и в реалтайме тоже обсчитывают эффекты. Причем, что интересно, если вы покупали плату видеозахвата Matrix, которая стоила около 30 тысяч рублей, ну, это было лет 5 назад, то вместе с этой платой вы получали диск с Adobe Premiere. Это была первая Pro-версия, сейчас уже вряд ли при покупке платы видеозахвата вам дадут диск, потому что плата стоит чуть ли не дешевле самой программы Adobe Premiere Pro. Что касается других профессиональных пакетов от Apple, например, Final Cut, это одна из самых дешевых программ сейчас на рынке. Она доступна практически всем, потому что стоит около 9 тысяч рублей. Это профессиональная программа, в ней много что можно делать. Да, она домашняя, поэтому она стоит именно таких денег. А обычный пользователь мы с вами вряд ли будет тратить несколько тысяч долларов для того, чтобы купить программу видеомонтажа. Но что вот касается именно Apple, компания выпускает все-таки свой софт под свое железо, поэтому их программы отлично работают на их компьютерах. И здесь ничего нельзя сказать против вообще работы Final Cut'а и специального какого-то программного обеспечения для него. Хотя есть, выпускают сторонние производители и сейчас платы, внешние платы либо внутренние, которые улучшают работу Final Cut'а, но он вполне себе справляется со своими задачами уже сейчас просто используя собственное железо компьютеров Mac. Я не останавливаюсь особенно на каких-либо действительно профессиональных пакетах обработки видео, таких как Avid и EDIUS. Хотя я рассказывал об EDIUS'е как программе доступной для дома, в которой вполне комфортно работать даже дома без дополнительного железа, но все-таки эти программы специально созданы под железо. Производители EDIUS'а выпускают профессиональное железо для вещательных компаний. Не только платы, которые вставляются в компьютер, но и в целом целую систему вещательного оборудования. То же самое и касается программы Avid, которая работает с железом и не захочет работать на вашем компьютере без специальной платы. Наши подписчики очень часто под видео на канале и в группе ВКонтакте и на сайте задают одни и те же вопросы. Один из самых частых вопросов – с какой программы видеомонтажа начать обучение? Дело в том, что если вы начнете учиться на простой программе, да, вы ее освоите, но это не значит, что вы так же легко сможете освоить и остальные программы. Логика их может быть схожа, но инструментарий сильно отличается, горячие клавиши, которые очень помогают в работе, также отличаются, расположение панелей, расположение меню, все отличается. А именно эти навыки, когда вы знаете, где найти тот или иной инструмент, быстро его использовать, они позволяют монтировать комфортно. Только со временем эти навыки приобретаются, и следовательно нет смысла начинать обучение с какой-то простой программы, в которой мало функций. Точнее, даже не то, что мало функций, а просто с программой более низкого уровня, которая не позволит вам делать впоследствии то, что вы действительно хотите. Поэтому, если у вас стоит задача делать небольшие документальные фильмы, тут сразу стоит взять программы с индексом PRO и обучаться работе с ними. Какую именно программу выбрать, здесь дело вкуса, та, которая доступна для вас по цене, та, которая просто показалась более простой, понятной, логичной или внешне красивой. Потому, что, какую бы вы программу не использовали, вы всегда достигнете своего результата. Но, не стоит забывать, конечно же, при выборе программы производительность своего компьютера. Это, пожалуй, становится одним из самых важных факторов, хотя, сейчас существуют очень мощные производительные компьютеры с большим количеством ядер, доступен большой объем оперативной памяти. Но, я бы примерно так выставил порядок использования по скорости работы на слабых машинах. Я касаюсь только Pro-программ. Это Sony Vegas, это EDIUS, это Adobe Premiere. Здесь сложно говорить о Final Cut, потому, что он работает на всех машинах одинаково. возможно, какая-то разница будет заметна, если у вас машина четырехъядерная или шестиядерная, но, я думаю, это настолько несущественно, даже с работой в HD, что говорить об этом особенно не стоит. Как ни странно, тот же Premiere, вот на мой взгляд, лично на мой взгляд, очень медленно работает на любой машине. Я использую производительный компьютер, у меня 12 логических ядер и 32 гигабайта оперативной памяти, и меня не устраивает, как Adobe Premiere Pro именно при монтаже откликается на мои манипуляции. А что касается Эдиуса и Sony Vegas, здесь проблем я не нашел. Обучаться какой-либо программе видеомонтажа можно как по видеоурокам, так и по учебникам. Нет ничего страшного в том, что вы купите в книжном магазине или найдете в интернете официальный учебный курс по использованию той или иной программы. Как показывает практика, именно учебник выстроен наиболее подходящим образом, логично и по порядку, так, чтобы любая программа вам сдалась, чтобы вы ее поняли и полностью освоили. Потому что учебник строится именно от самого простого к самому сложному, наиболее трудным моментам, которые могут возникнуть при работе с программой. А если вы будете учиться по разрозненным урокам в интернете, вы наверняка упустите какой-то момент и потом будете долго мучиться, как же решить этот вопрос, не находя его в видео уроках, хотя в учебнике скорее всего он стоял одним из первых в каком-либо близком к началу параграфах. Поэтому не стесняйтесь именно по учебникам обучаться вместе с книгой и компьютером, не просто читая как сделать то, как сделать это, а повторяя манипуляции, которые описываются в литературе. В завершении нашего подкаста я хочу сказать, монтажа оно бесконечно. Программы совершенствуются, чуть ли не каждый год выходят новые версии. Например, я постоянно слежу за тем, что нового появилось, как это можно использовать, оптимизировав свою работу таким образом. То есть обучение продолжается всегда. И чем больше программ вы знаете, тем больше ваши возможности. Потому что просто что-то удобнее сделать в одной программе, а что-то совершенно в другой. Оперативно смонтировать в одной программе и посидеть, подумать, помучаться в другой программе. К тому же знание разных пакетов программ видеомонтажа дает вам преимущество при устройстве на работу серии телевидения или видеопродакшена. На этом я заканчиваю свой монолог. Наши подкасты можно слушать на ютюбе на официальном канале видеоуроков Беннет. И разумеется в крупнейшей в мире библиотеке подкастов iTunes. Там ищите Беннет Туториалс. И в социальной сети ВКонтакте в группе Беннет Шоу в разделе Музыка. Также скачать mp3-файл подкаста можно перейдя по ссылке под видео на нашем канале YouTube Беннет 1890. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что теперь слушаете нас. С вами был Леха Айсбергер. Будьте в курсе. Понятно. Подписывайтесь на мой канал. .